Здравствуйте! Сегодня 23 февраля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Эйфория по поводу соглашения с Грецией, кажется, закончилась, не успев начаться. Во вторник евро закрылся в небольшом минусе, несмотря на стремительный рост после сообщения об успешном завершении переговоров в Брюсселе. На вчерашних торгах евро также вновь испытывал сложности с развитием восходящей динамики. Текущее состояние экономики и прогнозы на ближайшую перспективу не внушают оптимизма участникам торговли и ставят под сомнение способность Греции выполнить обещания по сокращению затрат. На этом фоне евро в паре с долларом США провел весь день в узком боковом диапазоне 1,3212-1,3260. Экономическая статистика по еврозоне также не сумела поддержать единую валюту. Показатели деловой активности в производственной сфере региона, опубликованные в ходе торгов, оказались слабее прогнозов, в результате чего курс пары откатился к нижней границе диапазона, однако слабый интерес инвесторов к покупкам единой валюты на ее откате помог евро остановить снижение и удержаться в диапазоне. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем новую попытку тестирования предыдущего максимума 1,3292. Если пара сумеет преодолеть этот уровень и закрепиться выше, последует продолжение подъема в направлении 1,3231 и, возможно, к 1,3428. Если же продавить уровень 1,3292 не удастся, пара развернется на снижение к целевым уровням 1,3216, 1,3180, 1,3150 и, возможно, к 1,3088. Британская валюта оказалась под давлением продавцов после того, как Европа объявила о принятии программы помощи Греции. Фунт начал снижаться сначала против евро, а затем, учитывая неустойчивые перспективы единой валюты, продажи фунта активизировались и против американского доллара. Опубликованный позднее протокол Банка Англии показал увеличение членов комитета, проголословавших за расширение объема покупок государственных ценных бумаг. Усиление таким образом в Банке Англии тенденции к снижению долгосрочных процентных ставок и, следовательно, к удешевлению британского фунта разочаровало инвесторов. Рынок отреагировал на публикацию протокола обвальным падением курса британской валюты. От максимального уровня 1,5813 на ранних торгах в Европе фунт-доллар спикировал к недельному минимуму 1,5648, вблизи которого и завершил дневную торговлю. В нашем прогнозе на четверг предполагаем возможную попытку протестировать на пробой уровень дневного разворота 1,5715 и возобновление дальнейшего снижения к целевым уровням 1,5648, 1,5583 и 1,5543. В экономическом календаре четверга Япония опубликует данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж. Институт экономических исследований в Мюнхене представит данные по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономическим ожиданиям в Германии. В Великобритании опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. А в США выдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. И будут опубликованы данные по запасам бензина, сырой нефти и природного газа от Министерства энергетики. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.